Панорама Севера Легенда староверов в исполнении Бориса Гребенчайкова в район Архангельска упал тот, чье имя лучше не называть. Время валенок, русскую национальную обувь, стали производить в Архангельске и не только в виде сувениров. Утро стрелецкой казни в Холмогорах, чьи головы и тела нашли строители, когда рыли котлован в больничном городке. 300 лет назад, 8 ноября, по старому стилю, в Архангельской губернии родился будущий великий русский ученый и поэт Михаил Васильевич Ломоносов. Ну а о том, чем жила область на этой неделе, в рубрике «Хронограф». Полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Николай Вениченко представил руководителям местных органов власти нового главного федерального инспектора области. Им стал Валерий Потапенко. Впрочем, чиновникам он уже хорошо знаком. С 2004 года Потапенко занимал аналогичную должность в Неницком автономном округе. Позже исполнял обязанности главы администрации НАО. Я действительно настроен на конструктив, на работе, на взаимопонимание и поддержку. Убежден, что наше с вами сотрудничество, как и в прошлые годы, будет направлено на то, чтобы принести максимум пользы для жителей Архангельской области. Архангельскую область с рабочим визитом посетил премьер-министр России Владимир Путин. В Северодвинске он побывал на атомном подводном крейсере Александр Невский, поздравил судостроителей и моряков с окончанием первого этапа заводских испытаний, совершил короткую экскурсию по кораблю. На Севмаше в присутствии премьера были подписаны договоры на разработку и строительство нескольких атомных подводных крейсеров по проекту «Борей и Ясень». Оборонные контракты обеспечат загрузку судостроительных предприятий до 2022 года. После Северодвинска премьер-министр прибыл в Архангельск, где открыл памятную стеллу Михаилу Васильевичу Ломоносову. На встрече с представителями Ломоносовского фонда Владимир Путин пообещал помочь с реставрацией двух храмов в Холмогорах, созданием мемориального комплекса и доведением до ума музея Ломоносова. По словам премьера, это не ахти и какие деньги. На родине Ломоносова открыли водоочистную станцию. В новом здании поставили современное оборудование, завезли очистные реагенты. Предполагается, что новый водовод будет обеспечивать чистой водой около 7 тысяч жителей трех населенных пунктов – сел Холмогоры, Матигоры и Ломоносова. Но, к сожалению, старые разводящие сети пока не позволят этого сделать. Впрочем, эта проблема существует почти по всей России. Чистая вода из водовода подвергается вторичному загрязнению, так что перед употреблением воду лучше вскипятить. На улице Чумбарова чумбарики живут, они совсем невидимы на днем и ночью тут. Хозяева улицы отдыхать не дают, а? Ой, кто это? Распелись тут, понимаешь, расплясались! Пока мировые столицы еще только собираются поставить рождественские ели, в Архангельске елка уже стоит и радует горожан. 4 ноября на ее открытие пришло множество архангелогородцев. Места у сцены хватило не всем, поэтому дети, следуя заветам спайдермена, буквально облепили стены рядом стоящих зданий. Прекрасное настроение предновогоднее. Не смущает, что все-таки еще два месяца целый? Нет, я считаю, надо раньше еще на месяц сделать. Опоздали уже. Конечно, это же бренд Архангельска. Ну, вы знаете, нет, нет, не смущает, тем более, что мы на севере живем. Не смущает, нет. Чем раньше будет настроение хорошее, тем лучше жить будем, веселее. На следующий день после открытия новогодней елки в Архангельске в области выпал первый снег. И хотя он уже благополучно растаял, подумать о зимней обувке самое время. Наши корреспонденты решили выяснить, следует ли доставать из сундуков дедушкины до бабушкины валенки. Или пока еще рановато. Солисты Северного Народного Хора в ожидании премьер-министра не отказались бы согреться горячим чаем и теплой обувью. То, что, конечно, валенки – это необходимая часть одежды и, как сказать, обуви, которую на севере просто невозможно без валенок прожить. Было бы тепло ногам, потому что, во-первых, особенно для певцов, ни в коем случае нельзя просто жать ноги. Говорят, что валенками лечился от похмелья Петр I. Их носил Дмитрий Донской. Однако серьезные историки твердо заявляют, широкое распространение валенки в России получили лишь в конце XVIII века. Со временем их даже включили в комплект зимнего обмундирования армии. В валенках терпели поражение наши солдаты на Первой мировой и побеждали на фронтах Великой Отечественной. Валенки традиционно – это бесшовная обувь. Отличие валенков от валенок обуви в том, что валенки валяются на колодках. Соответственно, бесшовную обувь нигде не натирает. Однако, если лет 20 назад найти валенки не составляло труда, то сейчас времена изменились. В обычном обувном магазине их вряд ли увидишь. В 90-е годы многие валеночные производства сократились, а у тех, что остались, теперь другие приоритеты. Современные производства на заводах, конечно, ориентированы больше на госзаказы. Это потребление для армии, для определенных неслишней свободы, для каких-то крупных предприятий заказы. Существуют разные технологии производства валенок, и это достаточно сложный процесс. Долгие годы поставить на промышленный конвейер производства валенок не удавалось. Поэтому такая обувь была дорогим удовольствием. Конечно, у каждой фабрики есть своя технология. Кто-то использует кислоту, при помощи кислоты, допустим, валенки быстрее сваливаются. Но, опять-таки, они обедают нужную волокна шерсти, и валенки получаются уже менее теплые. Многие, я слышала, допустим, в Костроме используют в процессе валяния муку. То есть это как связующее для более быстрого сваливания шерсти. То есть, я думаю, у каждого производства есть свои секреты, то есть своя отработанная технология. Но у нас тоже есть своя технология, которую мы держим в секрете. В настоящее время в России массово не носят валенки. Для больших городов это непрактично. Сырость и реагенты на дорогах быстро приводят в негодность традиционную русскую обувь. Однако для валенок не все еще потеряно. Сейчас молодежь покупает, если это интересно, какие-то дизайнерские валенки. И благодаря западным веяниям, потому что Скандинавия, Финляндия, Хельсинки, у них развита культура ношения валятельной обуви, они вносят свои тенденции. И различные оги, вариации на тему валенной обуви, они также отражаются на нас. И сейчас все больше и больше становятся популярны именно среди среднего класса и молодежи. Как известно, встречают по одежке, да и провожают порой по ней. Неотделима одежда не только от образа конкретного человека, но и от образа целой нации. Если сказать Голландия, то на ум обязательно придут сувенирные деревянные башмаки. Вот и валенок сегодня возвращается в нашу повседневную жизнь в несколько необычном виде, в качестве сувенира. Ну, вообще, валенки – это русская национальная обувь, исконно русская национальная обувь. Поэтому у нас пришла такая идея, почему бы не сделать сувенир в виде валенка. Сейчас сувенирные валенки продаются во многих городах России в виде брелока, магнита или чехла для мобильника. Недавно, путешествуя по Испании, я оказалась в квартире очень интересного человека. В одной из комнат на полке среди многочисленных сувениров из разных стран и национального алкоголя лежал наш валенок. Причем валенок наш, сделан именно в Архангельске. Было безумно приятно. Так что валенок оказался не так-то прост, и хоронить его в пыльных сундуках рановато. Еще пригодится на улице прогуляться или друзьям из-за границы подарить. Осталось только дождаться снега. В место, где находятся Архангелы, 5 декабря приедет Борис Гребенщиков. Наш корреспондент, недавно побывавший в Санкт-Петербурге, встретился с Борисом Борисовичем и БГ рассказал ему легенду староверов и правдивую притчу. Обе об Архангельске. Борис Гребенщиков. Борис Гребенщиков. Новый альбом «Аквариума» так и называется «Архангельск». Песня «Назад в Архангельск» получилась, по словам Баге, как взгляд вокруг, как показание прибора, регистрирующего сейсмическую активность. Архангельск – это место, где находятся Архангелы. Какая связь с городом, давайте каждый будет решать сам. Я должен заметить, что север, конечно, очень особое место. И Архангельск в этом смысле на русском севере – место, которое мне ближе всего по массе причин. И исторических, и любых. Не про одну песню в жизни, хорошую песню, нельзя сказать, что она относится к этому, или к этому, или к этому. Потому что это всегда решает человек, который ее слушает. Но то, что к северу у меня особое отношение – это факт, и у всех людей. И для меня Архангельск – это фокус русского севера, то место, где все сходится. И не зря именно в Архангельск мы впервые приехали с гастролями, году еще в 76-м, или 77-м. Поздно считать знамения и интриги, смотри-ка, горят эти книги, назад в Архангельск. Север – это очень важное место. На севере, на самом деле, есть какая-то сила, которую, описывать, по-моему, никто не брался. Сила и чистота особенная. И не зря у ваших староверов есть, насколько мне известна, легенда о том, что именно в район Архангельска упал тот, чье имя мы не будем называть. И Архангел Михаил его там до сих пор сторожит. Где-то в лесах вокруг Архангельска. Так рассказывают. Во время концерта в Архангельске два года назад вы сказали о том, что Архангельск – это чистый город. И, насколько я знаю, потому что я там был, он засмеялся. А вы сказали, что вы имеете в виду другую чистоту. Кто-то из ваших мне рассказывал, по-моему, в городе Северодвинске. Очень хорошую притчу. Правдивую. Что, когда кто-то в Север уезжает в центр России, в Москву, например, и потом, ну, там, недели на две, на три, на месяц. Потом, когда возвращается, с ним невозможно разговаривать, потому что он потерял возможность по-человечески общаться. Проходит несколько месяцев, прежде чем он вернется к нормальному состоянию. Я это очень хорошо понимаю. Потому что здесь, на самом деле, здесь сумасшедший дом. А у вас все-таки чисто. Все песни Бориса Гремичакова про здесь и сейчас, и они же про везде и всегда. Поэтому заявление, что назад в Архангельск отношения к нашему городу не имеет, несколько недальновидно. Любая песня пишется не за час и не за день. Любая песня пишется годами. Поэтому все, что я вижу за это время, туда входит. Но если песни «Северный свет» мало, ну, чего уж тут говорить. У меня много чего связано с севером. Поздно ждать, когда наступят сдвиги. Поздно сжимать в кармане фиги. Поздно считать связи и интриги. Но, возможно, еще не поздно купить билет на концерт Бориса Гремичакова. До встречи 5 декабря в 19.30 в Драмтеатре. Сегодня в рубрике «Точка на карте» село Холмогоры. Поселение в низовьях Северной Двины в последние месяцы упоминаемое лишь в связи с юбилеем Ломоносова. А ведь этот город до появления Архангельска являлся главным центром Поморья. С ним связано много важных страниц истории России. А уж присказка «У каждого свой скелет в шкафу» в Холмогорах приобретает порой особый смысл. О страшной находке поведал нам один из сторожилов села Холмогоры. Юрий Коженков в далеком 1959 году в качестве разнорабочего принимал участие в строительстве местного больничного городка. Когда рыли котлован под котельную, в болоте обнаружили черепа. Черепа были достаточно молодых людей, потому что зубы были почти у многих целы. Помимо черепов были найдены два ящика при рыче траншеи под водопровод. Были обнаружены два или три ящика, в которых находились только лишь скелеты, весь черепов. По версии местного любителя старины Николая Бабенко, зловещая находка может быть связана с именем Петра I и знаменитым стрелецким бунтом. Вот такое мое предположение, что это казненные стрельцы. Потому что головы, видимо, им рубили, складывали где-то в другом месте. А поскольку здесь было, по моему предположению, кладбище возле церкви, то, видимо, тут их и хоронили. В Холмогорах располагалась деревянная крепость. В ней служились стрельцы. При Петре I они участвовали в походе на Азов. По возвращению из этой военной кампании холмогорские служивые участвовали в известном восстании 1698 года, когда стрельцы попытались возвести на престол царевну Софью. Но молодой царь Петр бунт быстро подавил. Петр I где-то казнил больше тысячи этих стрельцов. 600 с лишним человек было сослано. Куда именно, я не знаю, не могу сказать. Но, скорее, может, часть из них была и сюда. Петр I лично возглавил следствие, великий розыск, а пятерым стрельцам лично отрубил головы. Эти печальные события отражены в известной работе Сурикова «Утро стрелецкой казни». Петр I проводил следствие и казни стрельцов до 1707 года. А здесь он второй раз был в 1702 году. Возможно, что он и проводил здесь, на территории крепости, уже построенной по его указу, в этом месте, где занимает больничный городок. Возможно, проводил и следствие, и казни этих стрельцов. Находку строители по-тихому закопали на сельском кладбище с глаз долой. Но это не единственный скелет в шкафу холмогорской истории. Традицию массовых казней и захоронений продолжили при строительстве советского государства. В холмогорах в 20-е годы массово расстреливали участников Белого движения. Однако, это уже совсем другая история. Уважаемые зрители, у вас есть новости? Звоните нам по мобильному телефону 44-21-38. Это телевидение, да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру. Возможно, вы хотите поведать миру не только о новостях. Ваш дом, улица, деревня или город неповторимы? Там живут или жили интересные люди? Расскажите, а мы покажем это в рубрике «Точка на карте». И на этом все. С вами была Панорама Севера. Важные, не очень примечательные и познавательные события недели. До встречи в следующую субботу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok